Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодняшний разговор, наверное, стоило бы вести с психологом, психотерапевтом, каким-нибудь школьным образованным учителем, потому что речь пойдет о наших подростках, о том, что мы, родители, как-то с ними должны контактировать, и о том, что их сегодняшняя жизнь происходит, в отличие от нашей, в их возрасте происходит в основном в сети, в телефоне, в компьютере, в айпеде, вообще в любом устройстве, которое можно подключить к вай-фаю. И, конечно же, нас это беспокоит, потому что, в общем, у нас такого в детстве не было, такой модели не было ни у кого, и мы, в общем, не понимаем, где начинается личное пространство ребенка, которое мы не должны нарушать, и где там у него заканчивается, в общем, его безопасность. И как нам, родителям, тут не пропустить этот момент, вовремя вмешаться? Интеллигентные, осознанные родители, мы, в общем, проявляем такую свободу мысли и говорим, конечно, что мы не вмешиваемся в личную жизнь, границы личной жизни и так далее, но есть другие взрослые люди, которые как раз вмешиваются вот в эту самую личную жизнь детей, которая для нас считается вот святым местом личного пространства. А разговаривать я сегодня буду с Павлом Чиковым. Павел Чиков, руководителем Международной правозащитной организации АГОРА. Павел, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Удивительная история, про которую мы будем сегодня говорить, одна частная история, к которой мы перейдем к общей. Да, извините, у вас дети-то есть, Павел? Нет, и что? Да, у меня двое, и старшему будет 16, так что он довольно взрослый. Прекрасно! Сочувствую. Ну так, как мать. Возраст такой, действительно, такой сложный, интересный. И как раз в этом возрасте, мне тоже будет, кстати, интересен ваш личный опыт как отца, в этом возрасте мы понимаем, что вся их свобода, которую мы так пестуем, да, к которой мы так трепетно относимся, конечно, это важно. Вот вся эта свобода у них происходит в той самой виртуальной какой-то, точнее, в сети, да, туда, куда мы, в общем, не можем, ну даже физически, да, я не могу себе представить, чтобы я как-то там все время стояла над душой, я не знаю, может, такие родители есть, чтобы там смотреть, так, ты где сейчас? Ты в снопчате, ты в инстаграме, ты в ютюбе, с кем-то переписываешься, что-то там, что-то читаешь, то есть, ну это просто невозможно, да и, в общем, вредно, наверное, по большому счету. Но есть определенные государственные структуры, которые как раз следят за тем, что наши дети делают в сети, естественно, под предлогом их же, собственно, безопасности, этих детей. Та история, с которой я хочу сегодня начать, и от которой перейти к какому-то общему, нашему родительскому беспокойству, заключается в том, что девочку 14 лет, по-моему, или 13, поправьте меня, пожалуйста, в общем, принудительно отправили в психоневрологический диспансер, потому что она была подписана на закрытую группу ВКонтакте, она была в ней, в этой группе, вместе со своими там сверстниками. Вот здесь я вам передаю, так сказать, слово, чтобы вы уже так долго, тревожно не молчали, потому что мне самое страшное уже, чтобы вы рассказали, как эта история выглядит, с вашей точки зрения, вот юридической, от начала до вот сегодняшнего момента, потому что произошло это не так давно. Мы с вами сегодня записываем, сегодня у нас какое число? Четвертое сентября, да, ну и вот расскажите, пожалуйста, историю. Началось все с поста старшей сестры и этой 14-летней девочки, да, Алены, которая рассказала о том, что к ним с утра в 5 утра ворвался спецназ ФСБ домой в квартиру, провел там пятичасовой обыск, задержал сестренку-младшую и увезли ее в психбольницу. Это была очень обрывочная информация, непонятно ничто, ни в связи с чем. В разговорах сотрудники ФСБ говорили о том, что это связано с какой-то там группой ВКонтакте, по поводу, значит, колумбайнеров, якобы там чего-то обсуждали, нападение на школу и прочее, прочее, прочее. Я вам скажу, что до настоящего момента адвокат не получил никаких документов из уголовного дела. Вообще непонятно, есть ли какие-то претензии, подозревается ли в чем-то, обвиняется ли в чем-то. Вообще в каком качестве проходит эта девочка Алена, вот сестренка это Алена как раз, а старшая сестра это Дарья, если мне память не изменяет. Потом выяснилось, мы долго гадали, почему, вообще на каком основании девочку увезли в психиатрическую больницу, потому что по закону есть всего там три основания, когда человека могут поместить принудительно в психбольницу. Во-первых, он может прийти туда добровольно, во-вторых, это по решению суда какое-то острое состояние, и, соответственно, человек угрожает себе либо окружающим. Если у него прям совсем острое состояние, то его могут сначала поместить, а потом будет судебное решение, такое возможно. Либо человека помещают, то есть того, кого обвиняют в преступлении, ему назначают стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, и его туда могут на месяц для того, чтобы обследовать и ставить вопросы о том, вменяемое, невменяемое, отдает себе отчет о своих действиях или нет. Как правило, речь идет все-таки о взрослых людях, да, я понимаю. Здесь речь идет у нас о девочке. Очень важное, очень важное, Дарьяна, замечание. Во-первых, речь идет о 14-летней девочке, а это существенное значение, и я вам скажу, какое. Это существенное значение для всех родителей детей 13, 14, 15-летнего возраста, потому что у нас возраст уголовной ответственности по тяжким, особо тяжким преступлениям, в том числе терроризм, всякие там убийства и прочее, наступает с 14 лет, по наркотикам с 14 лет. Вот когда у меня сыну исполнилось 14, мы с женой, которая адвокат, решили провести для родителей-одноклассников лекцию и рассказать им, что, ребята, привет, с этого момента ваши дети подлежат уголовной ответственности. Понятно, что в этом возрасте они вообще не особо могут понимать, что происходит, да, а уж родители тем более не могут даже допустить мысли, что детей могут там, ну, в чем-то обвинить. А это тяжкие, и это, как правило, следственный изолятор сразу, и так далее, и так далее. То есть у нас родители не в курсе вообще, в массе своей, о том, какие риски и какие подводные камни есть в связи с возрастом достижения уголовной ответственности. То есть, грубо говоря, ФСБ ворвалось в квартиру к человеку, который уже подлежит уголовной ответственности. Совершала, не совершала, что совершала, как, это уже как раз, как говорится, следствие покажет. Вот, то есть вот этот ключевой момент. Второе. Было понятно, что никакой экспертизы, это не экспертиза, и было понятно, что никакого решения суда нет. И потом оказалось, что сотрудники ФСБ убедили родителей написать согласие на ее госпитализацию в психиатрическую больницу. То есть, грубо говоря, родители своими руками сдали свою дочку в психиатрический стационар, не осознавая вообще возможных последствий. Им там по ушам поездили и всякого разного наговорили, что это всего там на один день, что это для нее самой будет лучше, что нужно там для того, чтобы то все пятое-десятое не случилось и так далее. В итоге, через два дня после того, как там появился адвокат, а это все, как вы понимаете, происходит без адвоката, без человека, который может разъяснить вообще, что к чему и почем. Пять утра, на секундочку, да? То есть, я-то в пять утра с трудом, и я думаю, вы тоже с трудом соображаете вообще, что происходит, если к вам ворваться. Здесь вот она какая ситуация. Адвокат появился, как только он появился, разъяснил все, родители тут же написали отказ от добровольного согласия, но, значит, психиатры уже были готовы, и главврач психиатрической больницы вышел в суд за адатствием о ее принудительной госпитализации. Якобы у нее есть острое состояние, хотя никакого острого состояния нет. Мы показали все документы, которые были на этот момент эксперту, с которым мы давно сотрудничаем, и это профессор психиатрии, доктор медицинских наук и заведующий кафедрой психиатрии университета Владимир Менделевич. Он за один вечер написал заключение по документам и сказал, что нет оснований для ее принудительной госпитализации. Ну, то есть нет никаких данных, что она представляет угрозу себе или окружающим, у нее нет никакого психического расстройства, у нее нет в анамнезе никакого заболевания, которое бы обострилось. Ну, например, допустим, ей там в каком-то возрасте поставили, допустим, бы шизофрению, и сейчас можно было бы говорить о какой-то там рецидиве, о каком-то там ухудшении. Этого ничего нет. Адвокат задавал эти вопросы в суде психиатрам, психиатры краснили, молчали, но решение все равно было принято. Более того, принято решение о принудительной госпитализации в психиатрический стационар на неопределенный срок. Значит, девочку поместили, адвоката к ней не пускали день, не пускали два, сразу сказали, что, значит, у нас карантин по коронавирусу, у нас же теперь коронавирус, значит, от всего освобождает и вообще объясняет все, что угодно, как говорится, война все спишет, значит, он пробился туда правдами и неправдами, выяснилось, лежат 13 детей, мальчики, девочки в одной палате, подростки, на секундочку, вы понимаете, у нас какой возраст полового созревания и первого сексуального контакта, они все в одной палате, за ними толком никто не наблюдает, воду пьют из-под крана, значит, запрещают спать в одежде, спать только в нижнем белье, ну, то есть подростки, мальчики, девочки в одной комнате спят в нижнем белье, нормально? В течение недели-двух, вот сегодня нам стало известно, что после скандала, который разразился, девочек от мальчиков отделили в другую палату, а вы говорите, не работает общественный резонанс, ну, вы так не говорите, но часто так говорят. На сегодняшний момент главный врач говорит, что в начале следующей недели ее, наконец, отпустят. При этом госбезопасность так и помалкивает на предмет того, какие, собственно, претензии к девочке. Удалось выяснить то, что, значит, они там чего-то переписывали с какой-то закрытой группой ВКонтакте, закрытой группой ВКонтакте, то есть, грубо говоря, не публичной. Это означает, что администрация ВКонтакте дала доступ к этой переписке. Это к вопросу о том, мы об этом еще поговорили. Да, 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 я просто... Что делать нашим детям, да? То есть, вот, чего точно не надо делать нашим детям, можно сказать... Сидеть ВКонтакте. Не надо пользоваться сетью ВКонтакте, да, потому что они слишком активно сотрудничают с правоохранительными органами. Они там записали какое-то видео, в котором там куча всяких дисклеймеров, но которые с некоими аллюзиями на колумбайнскую историю. При этом еще важный момент, вот мы сейчас уже от частного к общему, да, переходя, что в американской поп-культуре история Колумбайна, которая случилась в 1999 году и закончилась там 20 погибшими школьниками, она воспринимается, и вообще месседж основной, это о том, что дети оказываются в такой ситуации, когда у них срывает крышку. То есть, грубо говоря, это некий контекст и некая среда, которая настолько агрессивная и которая не дает им возможности как-то самореализоваться, против которой они бунтуют. Это может быть буллинг в школе, это может быть какой угодно прессинг со стороны учителей, это может быть какие-то культурные феномены, связанные там с субкультурой или еще с чем-то, неважно, да, я опять же юрист, а не там социолог и не культуролог. Но общий смысл заключается в том, что дети, даже те, которые стреляют, они жертвы, потому что к этому ко всему и что-то их подтолкнуло. Наши правоохранительные органы воспринимают их как террористов. То есть, они априори террористы. Давайте-ка я вас немножечко прерву, и мы начнем уже, мы обрисовали эту историю, да, действительно очень важно создавать, ну, такую шумиху вокруг вот этих дел. И очень правильно сделала сестра Алены, когда выложила всю эту историю в своем инстаграме и написала, что она в ужасе, и как бы воззвала к такому количеству общественностей, которое там у нее было в доступности. Почему хочу перейти от частного к общему? Меня очень пугает то, что для нас почему-то это становится уже какой-то нормой. Когда такое происходит, мы такие, ну да, да, это, конечно, ужасно, но что делать? Вот я сейчас позволю себе привести небольшой такой видеоотрывок из одного моего разговора, который я в свое время организовала, это было в августе 2018 года, то есть два года назад, по поводу другого дела. Это там было, как раз обсуждалось дело сети, дело нового величия, которое тоже, собственно, про людей, которые в интернете были, да, и как-то там общались, и вот там-то их как раз и прихлопнули. Я хочу это видео показать и сказать, насколько оно созвучно с тем, что говорите вы, и насколько мы, в общем, движемся за эти два года, все еще стало еще хуже. Публиковал там картинку, и ты же не знаешь, ты уже под прицелом или нет? Где ранее, где позднее? Ты уже под прицелом. Хочу сказать, что не только за ВКонтакт судят. Защищать себя и вообще выстраивать какую-то свою оборону, строить ее от закона, от статьи Уголовного кодекса, это вещь бессмысленная. Это как лечиться в медицинской энциклопедии. Это говорит адвокат. Это говорит адвокат. Показания в первые часы, в первые сутки. Максимально нужно сохранять хладнокровие. И понимать, что они от тебя хотят. Они хотят от тебя признать на показаниях в любой форме. Вас просто берут на пушку. Вот все, что вы сейчас скажете и подпишете, вот этим вы себе закрепите ваше какое-то несветлое будущее. Им надо отчитываться по плану о определенном количестве административных дел за пропаганду фашизма. Он готов отдать свои деньги, чтобы выполнить план. Говорить вас, заставить, они не могут. Все понятно. Подписать вас что-нибудь, заставить, они не могут. Дать им информацию, заставить, они не могут. Разблокировать телефон. Разблокируй телефон, я посмотрю, если у тебя там экстремизм в телефоне. Не надо разблокировать телефон. Не надо бояться что-то писать. Не надо приучать себя к мысли, что надо молчать и общаться под подушкой. Да, в общем, я почему как раз хочу обратить внимание, что два года назад мы уже об этом говорили. Два года назад уже было понятно, что взрослые люди разделились на тех, кто за детей, как родители, переживает, почему они находятся в сети. А некоторые другие взрослые люди, они в этой сети как раз их ловят. И в отличие от родителей, у правоохранительных структур им нужно план выполнить. У них как бы такая история. А родителям, соответственно, нужно своего ребенка уберечь. Как вам кажется, вот сейчас эта тенденция, она еще больше усугубилась? Или так же все и осталось? Что происходит вообще с этим миром? Мир, конечно, качется ко всем чертям, в этом никаких сомнений нет. Если мы говорим про репрессии и вот про вот эту практику уголовных дел за переписку и за якобы чего-то готовили, вот это вот, знаете, за мысли преступления, то происходит очень интересная метаморфоза. Она радикализируется. То есть, грубо говоря, сейчас мы уже редко видим обвинения в экстремизме, но зато мы все чаще видим обвинения в терроризме, в подготовке теракта, в публичном оправдании терроризма и так далее. А это гораздо более жесткие статьи с более тяжким наказанием. По ним следствие ведет ФСБ, оперативное сопровождение ФСБ, в 5 утра вламывается спецназ ФСБ и так далее. То есть, защищаться по таким делам сложнее, адвокатов, специализирующихся по такой категории дел меньше, рассматривают их военные суды, которые еще более глухи к позиции защиты, доказательствам невиновности и так далее. То есть, происходит, скажем так, количество этих дел в массе, оно сокращается, но зато, если уж попал, то вырваться, то все птички хана. Вот, то есть, как в той поговорке. Поэтому, почему так происходит? Ну, во-первых, потому что у нас все большее значение в стране приобретает Федеральная служба безопасности, что конкурентов есть среди силовиков. Нет, что ни Следственный комитет, ни МВД не имеют такой мощи, как ФСБ. Контора имеет там карт-бланш и зеленый свет. Они все свои дела оправдывают. Знаете, ну вот, вы же помните, у нас случилась в Керчи вот та история с перестрелкой, да? У нас же был свой Колумбайн. Вот для того, чтобы ничего такого не повторилось, значит, мы должны работать на профилактику. Вот же это как объясняется. Да, вот мне вот это тоже хочется прояснить с вами. Вот это мысли преступления. Это вообще откуда термин? И почему? То есть, я же тоже это сейчас слышу и как бы в воздухе там, что типа, ну вот раз подумали, да, то значит уже и можно и в тюрьму сажать за это, потому что раз у человека эта мысль появилась, значит, он ее осуществит. Я еще раз до сих пор удивляюсь, как мне сказали там в комментариях, что типа, ну вот ты хочешь коктейль Молотова посмотреть, как работает, но ты же потом пойдешь людей убивать. Да нет, я просто хочу посмотреть, как там все бабахает и взрывается. Как было в деле нового величия, я просто подозреваю, что сейчас вот это вот мысли преступления у людей, это как бы уже обоснование для осуждения. То есть, мы не можем уже думать о чем-то, мы не можем это обсуждать. То есть, на основании этого человека уже можно арестовывать? Логика именно такая. Это же как-то неправильно, мне кажется, Паш. Ну, этот термин же, это 1984 Джорджа Орвелла, это оттуда. Ну, то есть, это он все это описал, эту антиутопию он написал. И поэтому наши власти успешно, в общем, реализуют. Читают Орвелла. Не только читают, но еще и, в общем, методички. Они, видимо, пишут, и руководство всякие разные. То есть, это объективно так. Обосновывается это, как я сказал, именно этим. То есть, надо пресечь любые деструктивные попытки на корню, а это значит, что пока мы это с вами думаем, только никто это зафиксировать не может. А как только мы это начинаем обсуждать, это уже некоторые материальные следы, которые позволяют зацепиться и раскручивать, и предъявлять претензии. Красноярская история далеко не единственная. Сегодня ФСБ заявила о том, что она накрыла целую сеть значит, подростков, которые якобы готовили нападение. И вот смотрите, новое величие якобы что-то готовило. Дело сети якобы что-то готовило. Артподготовка запрещенная тоже якобы что-то готовило. Эта ситуация с подростками она не единичная. У нас у адвоката в Москве дело есть. Ребенок 15 лет уже год сидит в следственном изоляторе. Ровно по такому же обвинению. Еще пришло дело из Волгограда. Ребенок делал бутылки с сжигательной смесью и где-то их там в заброшенных строениях металл. Да? Ну то есть слушайте, я когда был ребенком тоже бумажки в унитазе жег. Да конечно мы все это делали разумеется. И в общем с карбидом играл и всякие хлопушки делал. Сегодня это называется изготавливал самодельные взрывные устройства говоря сегодняшним языком. Зачем это делается? Это для чего все нам? Что нам хотят показать? Зачем это делают силовики? Да. Силовики прежде всего оправдывают собственное существование. У нас же страна силовиков. У нас в стране все вопросы вся власть принадлежит силовикам. У нас все устройство основано именно на силовиках. Поэтому силовики должны доказывать то, что они нужны. Они должны демонстрировать разоблачение заговоров, поимку разных деструктивных элементов. Они должны доказывать то, что они борются за национальную безопасность и вот стоят на страже и так далее. Потому что они отчитываются о том, что мы предотвратили такое-то количество терактов. Да вы же это все слышите? А вы не хотите посмотреть, что за этими предотвращенными терактами в реальности? А в реальности там среди них будут 13-14-летние детишки, которые собрали какую-то бомбочку или из пиротехники чего-то сделали где-то на заброшенном строительном объекте чего-то взорвали. Плохо они сделали? Ну я не знаю. Вот морализаторство оно тоже есть, да? То есть а как вы будете запрещать детям вообще ну развиваться интересоваться и контролировать их максимально, да? Вас на компьютере обнаружили скриншот из интернета рецепта коктейля молотова все террористы? Или вы тут ходили и интересовались значит какими-то непонятными пабликами и чего-то там себе в дневнике рисовали а у вас тут вообще какие-то виселицы нарисованы а у вас наверное суицидальные наклонности и вы наверное там всякие синие киты и вас надо в психушку срочно да, вот смотрите я как раз тоже хотела бы еще про этот конкретный случай Алены там понятно что там история трудного достаточно подростка в общем понятно что у нее были какие-то очевидно конфликт с родителями потому что там родители явно беспокоило что-то в них у родителей были к ней какие-то претензии тут вот еще понимаете очень важно нам всем понять что вот а к тебе приходят какие-то там люди да, типа там силовики и говорят мы вам очень сочувствуем давайте мы у вас ее заберем в психушку на всякий случай да мало ли чего вот она у вас с вами грубо разговаривает ходит вся в черном слушает громко музыку спит в одежде руки не моет и плохо учится вот здесь понимаете мне ужасно страшно что некоторые родители до сих пор надеются что каким-то образом они смогут уйти от вот этих твоих проблем с твоим собственным ребенком с помощью вмешательства каких-то внешних сил но так можно только потерять своего ребенка что нам показывает вот этот конкретный случай каким образом какого ребенка вернут в эту семью потом если она неделю провела с какими-то там подростками в псих неврологическом диспансере которые очевидно может быть уже и являются какими-то опасными людьми какой она вернется в эту семью и главное как это отразится на ее последующей жизни ну потому что подростки же все господи бесятся да то есть и у всех конфликтов с родителями не бывает ни одного подростка у которых не бывает конфликтов с родителями вот я сейчас читаю там изъят был ее дневник вот планы на лето 2020 снять свою короткометражку заработать денег немного снять косплей на что-то комикон какой-то Павел знаете я вот вообще не сторонник читать чужие дневники так что я предлагаю вам прекратить это делать я просто в качестве того что она совершенно нормальный подросток в том смысле что там переночевать в заброшке хоть раз ну то есть это совершенно нормальные пожелания ребенка в там 14-15 летнем возрасте ну то есть мы тоже знаем ее биографию мы знаем что там у нее как но она она своеобразная такая очень яркая личность вне всякого сомнения они снимали короткометражные фильмы одна из претензий именно фильм который они сняли она ходит в какую-то школу кинорежиссерскую или кинооператорскую а ну то есть сейчас еще и эту школу прикроют тоже приплели конечно и там уже допрашивают этих ее как они там учителей или как они там называются в общем с детьми вот так они трудные они не контролируют и они бунтующие особенно когда на них даришь и собственно ну я не знаю тут у нас же общество патерналистское у нас же государство все время насаждают что только оно знает как правильно как лучше этот месседж он считывается и родителями в том числе но все-таки государство ведь у нас лучше знает как воспитывать детей может быть мы все-таки сами что-то с вами Татьяна неправильно делаем вот может быть все-таки придет я не знаю орган опеки учитель психолог прокурор майор ФСБ они же там накажут особенно же когда еще дети же они иногда может быть и не иногда если честно выводят из себя родителей своим поведением да и хочется прибегнуть к какому-то погрозить типа сказать ах я тебя я тебя сдам в детскую конту милиции да в советское время так говорили я сейчас так продолжаю говорить детям своим иногда но опять же если я так говорю своему ребенку то это же не значит что я реально сдам в детскую комнату милиции я типа шучу как говорят сейчас дети это сарказм то есть я все про то же говорю что мы как-то очень странно в обществе пришли быстро к запрету на слова вообще уже даже никто ничего уже не делает все понимают что они все под страшным колпаком там у мюллера всех контролирует государство как может только да мы уже даже ничего не мы только думать уже нам остается только думать и то это уже мысли преступления а подростки конечно думают ладно мы взрослые дяди тети мы уже так понимаем что ну лучше я не буду сейчас вот про это говорить да эту фамилию упоминай давай не телефонный разговор как говорится да слушайте раньше мы сидели на кухне и это все дело обсуждали а сейчас мы все сидим в чатиках и общаемся да особенно спасибо коронавирусу да который нам только помогает общаться удаленно как вот мы сейчас с вами да так и вы хотите сказать что как только ты пишешь что-то это уже является против тебя да да конечно то есть это это получается кухонный разговор который подслушивает товарищ майор понимаете а подход такой раз это в интернете значит это может быть общедоступно уже сейчас плевать что это закрытая группа какой-то индивидуальный разговор да то есть а у нас ФСБ проще ключи от телеграммы дайте нам ключи от телеграммы мы вашу секретную переписку тоже почитаем а вдруг вы там чего-то обсуждаете и замысливаете нехорошее на всех случаях мы будем это знать вот же это все откуда а что делать нам то что делать ну то есть не мыслить не переписываться не обсуждать не критиковать не сопротивляться смотрите как вы правильно говорите одно дело это мы взрослые люди которые опытные которые примерно понимают возможные последствия собственных действий поведения слов и мыслей другое дело это дети которых не заставишь так просто это еще сложнее же правильно ну ведь нельзя же Паш ну нельзя же учить детей с детства как нас учили да как наши родители вот самый главный запрет был никому ничего не говорить потому что придут и арестуют то есть мы должны сейчас так же своих детей воспитывать что-нибудь получается а что вы сильно в другой стране теперь живете скажите мне Татьяну ну то есть ну вот и все то есть давайте отвечать на вопрос так а это может произойти ну то есть если ты где-то чего-то с кем-то обсудил и в 5 утра ворвался спецназ ФСБ это реальность это реальность ну значит как сделать так чтобы этого не было давайте по очереди да у меня у меня детеныш он собственно с молодых корней знает чем занимаются родители и какие риски и угрозы и все такое присутствует поэтому все доводится сразу так родной имею ввиду значит 14 лет наступило все наркота риски слова в интернете риски вписки и ночевки с одноклассницами и с одноклассниками это риски алкоголь это риски не потому что мы против а потому что это риски уголовного преследования это риски задержания это риски следственного изолятора это риски извините пыток и избиения это риски вот этого вот всего поэтому давай мы будем иметь ввиду следующее во-первых нужно внимательно следить за тем что говоришь и что пишешь я с ним делюсь я с ним тут же ну он как бы подписан на все там мои паблики. Он читает и про эту красноярскую историю он знает, и он понимает, что в чем, что к чему, и про Колумбайн. Вы думаете, что они там в одноклассниках не обсуждают Колумбайн? Господи, да, своими новостями ФСБ о том, что задержали по всей стране колумбайнеров, они только провоцируют это обсуждение в этой же молодежной среде. Ну это же очевидно, правильно? То есть все эти разговоры, они только, их становится только больше. Это получается обратный эффект вообще. Люди, которые ничего не слышали про Колумбайн, идут в Google и ищут, а что это за Колумбайн? О, а вон что? А еще посмотрят видеоклипы, ролики всякие, киношки и так далее. То есть тут получается некий поручный круг. Что делать взрослым, я примерно понимаю, а вот что делать с детьми, это сложнее. Мы с вами должны общаться по закрытым всяким способам, то есть мы точно не должны использовать ВКонтакте, мы точно не должны разговаривать по телефону, мы желательно должны использовать VPN, желательно секретные чаты в Телеграме. Я не хочу так, я так не хочу. А никто не хочет. Вы спросите, что делать? Вот так. Я хочу прозрачной жизни, я не убийца, я приличный человек и детям своим не желаю, чтобы они всю жизнь прятались. Девочка Алена в Красноярске тоже ни разу. Наши подзащитные из нового величия тоже ни разу. И два парня в Ростове, Ян Сидоров и Влад Мордасов, которые тоже мы защищали, которые просто вышли с пикетом, а их обвинили в организации массовых беспорядков и дали по 6,5 лет лишения свободы, они вообще молодые парни 18-19 лет. Это не такая большая разница с 14-летней Аленой. То есть, грубо говоря, смотрите, политический режим идет по детям. А детей так просто не натаскаешь пользоваться секретными чатами в Телеграме. Они все равно будут сидеть ВКонтакте, потому что это культура, потому что другие одноклассники сидят ВКонтакте, потому что их родителям им это же всех одновременно всему этому не научишь. Ну, другая, более сложная задача, это что-то делать с властями и добиваться ограничений этих силовиков. А это, к сожалению, в нашей стране уже чревато для родителей на опасности. Вот именно. Какая-то политическая прям программа, получайте. Я-то думала, я не скоро приду в своем YouTube-канале к таким темам, а очень быстро все произошло. Я думала, я так буду там, но там про детей, там про психологию, про экологию. Я хочу посмотреть еще один видеокомментарий от Екатерины Шульман, которая, естественно, тоже в курсе этого события. Мне очень интересно ее мнение. Давайте. Мы знаем, что у нас и ФСБ, и МВД очень любят организованные группы. То есть, когда они могут разоблачить какую-нибудь преступную организацию, то это ценится в их системе и в их системе отчетности в особенности гораздо выше, чем какой-то отдельный правонарушитель. Мысли преступления, так называемое преступление экстремистской направленности или даже террористической, довольно легко формируются из замысла. Там не требуется, к сожалению, по текстам наших уголовных статьй, не требуется никакого деяния. Может быть, просто при уготовлении к совершению чего-нибудь организация этого самого экстремистского сообщества. И мы также видим на примере дел таких, как Ростовская, таких, как Дело Сети, таких, как Дело Нового Величия, мы видим, что есть, так сказать, компания по активизации работы среди молодежи, как это называется. Такого рода вещи вполне легко отслеживаемы. Сначала принимается какой-нибудь документ типа стратегии противодействия к чему-нибудь, собирается совещание, и там говорится, что особенно опасно распространение экстремистских настроений среди школьников и молодых людей. Все это читают или не обращают внимания, или внутренне соглашаются. Ну, действительно, что же хорошего в том, что распространяются экстремистские настроения среди молодых людей? Но надо понимать, что за этими, как это, скупыми строками следуют практические последствия. Практические последствия состоят в том, что если поставлена задача активизации работы среди кого-нибудь, то нужно представить результат. Результат – это уголовные дела и вынесенные судебные приговоры. То есть речь идёт не просто о том, что какие-то абстрактные настроения будут пресекаться, речь идёт о том, что каких-то людей надо посадить. Поскольку надо, то легче всего не ловить существующих экстремистов, если они существуют, а изобрести своих собственных. Это гораздо проще и делает работу менее рискованной, более комфортной. Так вот, красноярская история наводит на дурные мысли, что речь идёт именно о чём-то таком. Потому что, ну, во-первых, ФСБ присутствует. Это уже должно вызывать подозрения обоснования. Во-вторых, массовость сразу несколько человек. В-третьих, ВКонтакте. ВКонтакте известная социальная сеть. Известна она своим проактивным, я бы сказала, сотрудничеством с правоохранительными органами. Не просто чуткостью по отношению к любым их запросам, а ещё и готовностью пойти им на встречу, когда они даже ещё ни о чём и не попросили. Девочка была подписана на группу, посвящённую Колумбайн. Колумбайн, известное историческое событие, вызывает большой интерес многого у кого. Вот даже документальный фильм. Майкл Мур про него снял. В общем, много по этому поводу есть всякой в сети информации. То, что дети этим интересуются, может быть опасным признаком, может быть не опасным признаком, может быть вообще не признаком ничего. Но то, что приходят сотрудники ФСБ, убеждают мать подписать согласие на госпитализацию, после чего главврач выходит в суд с просьбой о принудительной госпитализации, и суд удовлетворяет, эту просьбу, конечно, наводит на мысль о том, что это какая-то такая запланированная была, запланированный сценарий. Адвокаты не допускают к ней, нет информации, все дела, связанные с несовершеннолетними, тёмные, потому что очень легко всё засекретить. В интересах этого самого несовершеннолетнего. Что этому можно противопоставить? Две вещи. Это грамотную юридическую помощь, в этом случае она есть, я вижу, что Агора, Международная Агора, Союз адвокатов занимается этим делом, это значит, что у них будет квалифицированная адвокатская помощь, адвокат, который будет работать на подзащитного, а не на следствие. И второе – это публичность. Публичность полезна чем именно? Любая компания в своём начале слабее, чем в своей, так сказать, широкой части. Исток реки, он такой более маленький, чем её, так сказать, могучее русло, когда оно уже разливается. Поэтому, если вначале стоимость этого дела для исполнителей становится выше, ну, то есть какие-то неприятности возникают, публикации, какие-то люди там с пикетами выходят. Выходили, кстати говоря, в Красноярске, я смотрю, по сообщениям местной прессы, выходили к суду районному там с плакатом типа вот «отстаньте от детей», и вообще мысли – это не преступление. Вот. Это всё повышает цену, ещё раз повторю, для исполнителя. Больше всего они любят тишину и скорость. Темнота для тёмных дел, как в «Хоббите». Поэтому, если никто не обращает внимания и нет никакого медиашума и никаких там всяких дополнительных вокруг этого бульканий, то всё это проходит быстро, тихо и становится прецедентом для многих и многих таких дел в других регионах России, поскольку все исполнители смотрят друг на друга. Они же все работать тоже не очень любят, а любят они делать копипейст. Вот как в деле Юлии Галяминой по статье 212.1 «Нарушение правил проведения массовых мероприятий» в обвинительном заключении имеются копии, пассажи из дела Котова, который сидит по этой статье. Вот точно так же копия пассажей из этого дела будет в других делах, других подростков, других субъектов федерации. Чтобы этого не произошло, это дело надо сделать трудным, шумным, тягостным, грязным, долгим и вообще всяческий затратным. А вот это вполне достижимая цель для общественности, если она за это возьмется. Тут у нас речь идет о том, что есть некоторая общественность, которая может возмутиться и таким образом сделать это дело менее тихим и скрытным и доставить сложности. А есть еще та же общественность, только из отдельных родителей, из нас, которые, кроме того, что они должны там публично возмущаться, ходить, не знаю, там в пикетах уже нельзя стоять, ничего нельзя делать, да, сейчас никак нельзя противостоять этой машине. Они еще и должны жить в постоянном страхе, что к ним в 5 утра, если у них есть подросток, могут прийти люди и с обыском. Мне об этом страшно думать, как мы до этого дошли вообще за это время. Как так получилось, что мы за такой короткий, вот не знаю, десяток лет, нет, десяток это много даже, да. Нет, ну хорошо, даже если взять там 4-3 года назад, когда мы еще могли выходить на какие-то там, протестовать, публично мы могли, сейчас мы этого не можем уже вообще делать, то есть даже нельзя в одиночном пикете стоять, то есть никак ты не можешь, то есть машина силовая просто совершенно подавляет обычного человека. И если, допустим, 2 года назад про дело нового величия никто вообще не знал, и до сих пор мало кто знает, да, но вот сейчас уже мы видим, что есть там Хабаровск у нас, есть у нас Куштау, есть люди, которые выходят не в силах просто сдерживания, но нельзя сидеть и бояться, понимаете. Нас же приучают все время, что будет плохо, будет хуже, но в общем наступает, наверное, какой-то момент, когда хуже-то уже и некуда, вот, и мы превращаемся в какую-то книжку просто, в какую-то там Брэдбери, да, или там Оруэлла. Мы живем в мире, в котором все меньше и меньше там у нас есть возможность как-то влиять на общество. А общество такое, наверное, все-таки не может как-то существовать, потому что, когда замыкается, то есть мы вот родители сейчас, да, вот я сижу с ребенком, то есть я его должна научить, никому ничего не рассказывать, я должна научиться быть готовой, там в 5 утра у меня должен лежать паспорт, там не знаю, что сменка, трусы в скатку, как это было, сухари, вот так, то есть мы к этому сейчас приходим. Телефон адвоката, телефон адвоката должно быть. Ну да, в 37-м телефонов-то не было мобильных, были только сухари, вот все, значит, чемоданчик-то у всех стоял, да, у нас теперь, значит, есть телефон адвоката, но опять же телефон, тот самый телефон, который для тебя же может и являться какой-то опасностью, потому что мало ли, что ты там писал в этом телефоне. Короче говоря, я в ужасе. Вот именно этого и хочет от нас государство. Вот того, что вы только что описали, это прям вот идеальный, идеальный образ. Конечно, чтобы вы были скованы ужасом и с тем, чтобы вы думали, что вы ничего не можете делать. На самом деле же все не так, на самом деле вы уже сами перечисляете и протестные акции, и смелых людей много, и людей, которые выходят много. Мы посчитали, за период карантина с марта по июль в России состоялись 800 протестных акций. 800. Это по несколько штук в день. Это не считая многодневных там, шествий Хабаровска и всего такого прочего. То есть, на самом деле, люди активно протестуют по самым разным причинам, основаниям, добиваются успехов. На самом деле, адвокаты добиваются результатов. На самом деле, люди гораздо вменяемее себя начинают вести. Из этих девяти подростков, которым ворвались ФСБшники в Красноярске, трое родителей отказались давать согласие на госпитализацию в психушку. И дети остались дома. И дети остались дома. И никто их не увез. И пока никаких претензий к ним, по крайней мере, нет. Шульман правильно все говорит, и мы, смотрите, с ней просто по некоторым позициям повторяем одни и те же вещи. Это говорит о том, что, значит, дураки мыслят одинаково. Ну, нет, не об этом, а о том, что действительно это все так оно и есть. Надо сопротивляться, надо защищаться, надо быть смелее. И есть результаты, есть успехи, есть эти победы. Просто не надо концентрироваться на вот этих негативе. То есть, мы-то как раз используем эту историю для того, чтобы ее, она как бы крайняя, для того, чтобы через нее показать, смотрите, люди, может, если вы не будете думать и будете совершать какие-то неправильные вещи, не подстраховываясь и заранее, и потом, то могут наступить не очень хорошие последствия. То есть, ну, слушайте, если уж вы хотите пообсуждать Клумбайн, ну, пообсуждайте это так, чтобы товарищ майор не послушал, ну, е-мое. Если вы готовите какую-то несогласованную мирную акцию протеста, но сделайте это не в открытом чатике в Телеграме, на который подписаны все местные оперативники Центра Э. Это с одной стороны, да? То есть, мы же не можем ждать о том, что у нас дети изменят там политический строй. Ну, может быть, когда-то это и произойдет, но мы им можем посоветовать, как себя вести здесь сейчас. И если уж к вам ворвались в 5 утра, вы не можете запретить им ворваться в 5 утра. Ну, слушайте, не давайте согласия на госпитализацию в психушку своего ребенка. Ну, потому что те дяди знают точно хуже это. Конкретно давайте прямо сейчас вот уже, ну, все понятно. Я действительно пережила за этот разговор какой-то действительно панический ужас от двигающейся тьмы, которую я вижу, что она происходит и все быстрее и быстрее. Но я тоже, как и вы, абсолютно считаю, что я буду сопротивляться, потому что я хочу жить свободно, прозрачно, не боясь в том, чтобы не обвинять в том, что я не собиралась даже делать. Я поэтому абсолютно как бы вам очень благодарна, что мы об этом с вами прямо сегодня поговорили и хотела бы, чтобы мы с вами сейчас для всех родителей подростков ну, какой-то накидали хотя бы плам, как нам им помочь и как нам самим не свалиться в этот ужас и кошмар. Давайте прям по пунктам, значит, ничего не подписывать. Нет, нет, нет. Начнем не с этого. Начнем с того, что главная ответственность за благополучие вашего ребенка лежит на вас, на родителях. Не на товарищей майоре, не на психиатрии, не на школьном учителе, не на классном руководителе, не на психологе. Это ваша ответственность. Если вы чувствуете, что у вас чего-то уходит из-под контроля и явно какие-то проблемы, вот здесь вот нужно задуматься и начать соображать, как себя вести. Если любые контакты с правоохранительными органами, любые контакты, только в присутствии адвоката, только при наличии своего адвоката. А где брать адвоката? Подождите, Паш, ну вот я тоже, знаете, я уже с 11-го года, как бы прошло уже 10 лет, как честный человек каждый раз себе говорю, так, надо же, наверное, как-то подготовиться адвоката. Как, где берут адвоката, Паш, ну что это такое? Слушайте, в стране 70 тысяч адвокатов. Ну они все по уголовным делам, что ли, или это не обязательно? Ну, конечно, адвокат в основном по уголовным делам. Ну вот у нас 250 адвокатов, из них 100 работают сейчас по делам по всей стране. В любом крупном городе у нас есть. С адвокатом нужно просто познакомиться. Нужно, чтобы в кругу каждой семьи был знакомый адвокат. Ого! Правда, то есть в нашей стране это абсолютная реальность. Почему? Потому что иногда нужно посоветоваться, проконсультироваться. А как вот тут быть? А как вот здесь быть? А что с этим делать? Это просто насущная необходимость сегодня. Ее нужно осознать. Вторая вещь. Если такой адвокат есть, с ним всегда можно договориться о том, что, слушай, если что-то будет, можно рассчитывать на то, что ты подъедешь. И там мы заплатим, мы как бы все сделаем. Обычно это стоит, то есть люди еще думают, что это стоит каких-то несусветных денег. Ну, то есть, если вы не будете ориентироваться на каких-то суперзвездных коммерческих адвокатов, то обычно это будет стоить не таких больших денег. Условно говоря, выезд на обыск может стоить 10-15 тысяч рублей, что, в принципе, а может даже и меньше, если в каком-нибудь там далеком городке это. Что гораздо важнее, чем потом огребать от этого обыска, и ты вообще не понимаешь, что происходило, и что у тебя за это время, что тебе положили, что у тебя изъяли. И это. И ровно до тех пор, пока свой адвокат не появится, не нужно ничего ни подписывать, ни говорить, никаких показаний давать, ничего объяснять. Не нужно точно включать телефон и разблокировать, и раздавать, и давать возможность смотреть. Вы пришли, у вас есть постановление, ну, вот делайте то, что считаете нужным. Смотрите за тем, с кем они пришли. Если они понятых привезли с собой, запомните об этом, запишите потом в протокол. Если понятые там пьяные или вообще уходили и за всем не следили, тоже записывайте об этом. Но это все детали, можно уходить очень далеко. Главное, не давать никаких показаний до тех пор, пока не пообщаетесь с адвокатом. Признать вину не поздно никогда. Более того, признание вины в чем бы то ни было, это некий продукт, который больше всего хочет получить следователь. А раз он его хочет получить больше всего, значит, за этот продукт нужно торговаться, если уж вы решили признавать свою вину. Но нужно понимать, что если вы признаете вину, вы лишаете себе возможности дальнейшего обжалования. Вы лишаете возможности обратиться даже в Европейские службы по правам человека, потому что туда таких не берут. Так, ну подождите, подождите, Паш, Паш, это уже прям, да, это уже прямо мы с вами ушли. Я понимаю, что да, вы уходите выше как бы эти слои. Я про нас, про простых родителей, которые живут с простыми подростками. Нет никакой гарантии, что 5 утра ко мне не придут. У меня дочь 14 лет. Своими руками своего ребенка государству сдавать нельзя, мое убеждение. То есть, государство априори заточено на то, чтобы создавать проблемы для нас, для всех, к сожалению. Особенно, если речь идет про какие-то правоохранительные органы. Слушайте, вы сегодня отведете своего ребенка проконсультироваться к психиатру, потом в 20, в 30, в 40 лет это может быть использовано против него. Вот в чем проблема. Потому что никакой врачебной тайны нет. Это вы не получите доступ к истории болезни своего ребенка, а любой полицейский, прокурор, сотрудник госбезопасности, судья и все, кому не лень, эту историю будут изучать вдоль и поперек им достаточно одного звонка. Ну, следите за интересами. Это уже не совсем юридические, конечно, советы, но следите за интересами своего ребенка, если он явно увлекается каким-нибудь там, я не знаю, оружием, дома хранится какое-то там холодное, я не знаю, там какие-то ножи и прочее, это должно быть некоторые звоночки, а на это, конечно, нужно обращать. Я не уверен, что ребенок, который заливал бутылки с бензином и потом их швырял в заброшенных строениях, об этом знали его родители. Могли ведь и не знать, вряд ли он об этом рассказывал на каждом шагу, да, то есть здесь еще вот такой вопрос, а тотально контролировать своих детей же не будете? Мы хорошо, мы может быть более-менее знаем, куда они ушли, пошли в школу и там оттуда пошли домой, а где он там сидит в пабликах, в ютубе, ну что, отслеживать? Это же тоже получается, что мы их подозреваем в мысли преступления этих наших детей. Конечно, конечно. У них тоже должна быть частная жизнь и свобода, но получается, вот ситуация эта странная, мы с вами не последили, а товарищ майор последил и вломился домой в кирзовых сапогах и увел ребенка в психиатрическую больницу. Вот же реальность какая. И изъял лук со стрелами на присосках. Ну, мама дорогая, ну как бы и плакаты со стен, а вдруг из этих плакатов удастся чего-то выявить, склонность к чему-то там. Вот, к сожалению, такая реальность. Я бы еще, так сказать, заканчив нашу печальный наш разговор о безысходности, который мы все влипли вместе, сейчас мы живем в таком мире, мы все туда пришли, разными там, участием в голосовании, гражданской неактивности, вот это все, вот мы все очутились в сумрачном лесу, вот мы все здесь живем. Но, тем не менее, есть, безусловно, выходы и есть, безусловно, наша сейчас возможность всем хотя бы об этом задумываться, объединяться, не бояться как бы противостоять этой кажущейся просто несогрушимой системе. Ну, не так страшен, в общем, ну, страшен, черт, конечно, очень страшен, это правда, все вот эти дела, они погружают в какую-то совершенно безысходность, руки, ноги ватные, ты не знаешь вообще, что делать, ты в панике, но, именно, когда мы пытаемся объединяться и говорить, нет, ребят, так не пойдет, знаете что, тень, знай свое место, ты защищать меня призвана, федеральная служба, чего? Чего? Безопасность чьей? Да, чьей безопасности? Моей? Ну, ты кофигля, что ты делаешь-то так-то? В этом смысле мы должны все-таки не забывать о своих правах, сопротивляться и быть за своих детей, а не доверять каким-то непонятным дядям и тетям. Правда же, Паша? Все так, да, абсолютно так. Ну, и учиться, учиться, нужно учиться, нужно корректировать свое поведение, нужно задумываться о том, что происходит, то есть какие-то элементарные, знаете, лайфхаки и навыки выживания в этом темном лесу это все-таки штука, которая сильно помогает. Задумались сейчас все. Я, по крайней мере, точно, как обычно. Ладно, Паша, спасибо вам огромное. Удачи вашей организации. Расширяйтесь, помогайте всем. Спасибо вам большое, Татьяна. Дорогие друзья, все, что я здесь сейчас обсуждала с Павлом Чиковым, может коснуться каждого из нас. Такова жизнь. Сэ ля Ви, как говорят французы. Поэтому, будучи ответственными родителями, прежде всего, любящими родителями, которые желают своему ребенку здоровья и благополучия и счастья, пожалуйста, давайте учиться оберегать своих детей от людей, которые им не желают ни здоровья, ни благополучия, ни счастья. Если раньше я в прошлом YouTube-канале говорила лозунг «заводите собак вместо детей», это шутка такая была, то теперь я, кроме всяких шуток, говорю «заводите адвокатов». Лазарева тут, будем разбираться дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова